Добрый вечер. Это программа «Сумма мнений». Сегодня мы поговорим о вреде курения или о пользе курения, о запрете на курение, на которое все больше и больше наступают самые разные запреты и законы. Нижняя палата российского парламента приняла целый ряд изменений в законодательство, которое запрещает курить почти везде, где это можно. В ближайшие годы все жестче и жестче будет становиться антитабачный режим. Ну, кроме того, что запрещают курить везде практически, кроме собственного дома и собственного автомобиля, еще обещают повысить штрафы. Например, за нарушение вместо 100 рублей будут брать 3000. То есть вот закурил где-нибудь в неположенном месте 3000 рублей. Сразу. У нас сегодня разные гости, и те, кто за курение, и те, кто против. Сергей Богданов, руководитель кабинета профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и других видов зависимости. Уральская государственная медицинская академия, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Анастасия Мостовых, сотрудник этого самого кабинета, но еще и студентка третьего курса лечебно-профилактического факультета. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. И человек, который, видимо, не собирается отказываться от курения, может быть, его сегодня удастся господину доктору переубедить. Попробуем. Шухрат Имамов, курильщик-активист, мы вас так назвали, ну и представитель небольшой партии, председатель даже в Свердловской области. Либертарианская партия. Еще не успевшая навязывать на зубах название. Здравствуйте, Шухрат. Здравствуйте. Доктор, поможет вот такой глобальный запрет. Ничего нельзя. В аэропорту нельзя. На детской площадке нельзя. На пляже нельзя. Если поможет, то кому? Курильщикам или тем, кто не курит? Ну, вопрос о законодательстве по ограничению курения, он перезрел давно, честно говоря. И мы опять в очередной раз отстаем от мира всего. Кто путешествует, тот знает, что ограничения курения, в принципе, уже повсеместно имеют место быть. Но вместе с тем имеют место попытки закурить и потом скандалы и драки и все остальное. И бывает все, но вот, скажем, какой главный аргумент не совсем в пользу тех мер, которые сейчас принимаются. Это опять мы отстаем и пытаемся компенсировать это все быстротой. По сути, проблема тяжелая, проблема неоднозначная с точки зрения ее реализации. Поэтому всегда необходим достаточно проработанный временной фактор. А мы опять его лишаемся. Наступает час икс, никому нельзя курить и что делать действительно. И у нас были уже бунты табачные, мы это проходили. Поэтому, мне кажется, в законе временной фактор не очень учтен. А сама идея не только назрела, но и перезрела. Ну, у нас есть человек, который ответственный за закон. Депутат Госдумы Александр Петрович Петров. Добрый вечер, Александр Петрович. Здравствуйте, Александр Петрович. Добрый вечер. Как вам кажется, вообще это будет соблюдаться? Потому что здесь первые комментарии пошли. Вот Валерий Крючков нам пишет. Не поможет, даже если нельзя, все равно будут нарушать. И, во-вторых, вы всех не переловите. Ну, не стоит задавать, чепутатов всех переловить. Во-первых, вы видели, что закон не нацелен только на улавливание кого-то или на вылавливание, или на штрафование. Он прежде всего нацелен на ограничение торговли, на ограничение рекламы. Он направлен на ограничение табакокурения подростков, особенно по взрослому населению. Мы ограничиваем те 40 миллионов пассивных курильщиков, которые получают пассивный дым. И сонных курящих, надо сказать. А как вы оградите эти 40 миллионов? Мы понимаем, что это закон сложный, он рамочный. Да, он предусматривает. 40 миллионов, вот такие градины, например, в ресторанах не было от курения. Ну, здравствуйте, ну, смотрите, сейчас нельзя курить в подъезде. Все равно курят. Нельзя курить в поездах за исключением специальных тамбуров. Но все равно весь вагон через час езды по железной дороге пропахивает, прованивает дымом. Вопрос еще и культуры, а не хамства тех людей, которые понимают, что они курят и ждят другим, это вопрос серьезный. И как законодатель подстегивает культуру? Законодатель никак не подстегивает. Вопрос воспитательной работы и направления серьезных финансов на работу с будущим поколением, с молодым поколением, это очень серьезный вопрос. Он длительный вопрос. Но запрет в общественных местах, запрет курения в подъездах, это просто хамство. Запрет в самолетах, например, был до трех часов, но не курили и те, кто летел в 12 часов, и ничего не случилось. Поэтому вопрос сложный, многогранный. Он будет подвергаться, естественно, поправкам еще. Он будет подвергаться резкой критике, с одной стороны, поддержкой тех, кто не курит. Но прежде всего нам надо освободить рестораны и кафе от курения и оградить наших детей от курения, это абсолютно точно. Александр Петрович, ну если это такой специальный ресторан, где, ну, не хочу я, чтобы пахло дымом, я туда с ребенком и не пойду, потому что было написано, здесь курят, и пусть себе курят, травятся. Я туда просто не пойду с ребенком. Вот пусть идут покурить на улицу те, кто хочет покурить, а в ресторанах должно быть чисто и культурно. Вот, я считаю, это нарушение уже культуры курить в ресторане. И многие страны это приняли, и ничего не случилось, и поток не уменьшился. Поэтому вопрос ведь не только в запретах. Вы посмотрите закон-то, он ведь касается прежде всего производства табака. У нас ведь только иностранные производители табака, у нас нет практически российских производителей. И просто сегодня Россия одна из самых курящих стран в мире. Это вы тоже... Александр Петрович, а чье же это все... Александр Петрович, а чье же это лобби такое? Ведь табачники, так же как и пивники, достаточно серьезно себя чувствуют, в том числе и в Государственной Думе. Это ни для кого не секрет. И большие деньги государство приносит акцизы. Кто так умудряется все-таки побеждать-то? Не видит никакого. Я бы не увидел. Один человек был против, а остальные все четыре фракции за. Потому что время бороться с табаком напрямую пришли. От этого зависит наше здоровье. От этого зависит здоровье нации. У нашей косвенной потери внутреннего валового продукта России 1 триллион 200 миллиардов рублей в год, подсчитанное экономистами. И это тоже факты. И нам нужно это учитывать. Спасибо, Александр Петрович. Это был депутат Государственной Думы Александр Петров. Чувствуете, как государство на вас навалилось? Или вот эти все запреты, они несколько такие формальные, все равно будете курить, и ваша жизнь не ухудшится от этого? — Получается, депутаты все говорят о том, что закон направлен на ограничение некурящих людей. То есть, что им было им комфортно. Но при этом государство не думает о тех людях, которые курят. Им-то не будет комфортно. То есть, это главная противоречие этого закона. И нужно маленько пересмотреть. — Это не противоречие, это цель этого закона. Сделать все некомфортно курящим. — Я понимаю, что у нас курило 10% населения, да? А все-таки 50% или 45%, ну что-то подобные цифры. То есть, просто так задвигать курильщиков, которые не бросят курить просто так. Это крайне глупо, просто неуважение к народу. Это наши естественные права, которые мы... Мы сами хотим курить, мы сами выбираем это, и мы курим. — Хорошо. Вы чувствуете, что ограничения будут какие-то непреодолимые? У вас лично появятся какие-то проблемы? Например, на работе не сможете перекурить лишний раз? — Ну, на работе там свои моменты, когда там можно курить, когда нельзя. Поэтому это не проблема. Проблема может быть только в покупке. Если вырастут акции, то цены вырастут, соответственно, тоже. И учитывая то, что зарплата не вырастет на такую же сумму, то, разумеется, его тяжелее покупать. Лично у меня такой проблемы не будет, потому что я сам занимаюсь табачным бизнесом, маленечко. И как бы могу себе позволить, допустим, очень хорошие сигареты наказать. А у большинства людей эта проблема возникнет. И в данном случае, допустим... Ну, я думаю, это не в интересах государства просто так брать и, скажем так, оскорблять людей, свое население. Поэтому можно было бы, я не знаю, ну хоть зарплату повысить тоже. — То есть потребитель перейдет на дрянь. Вы сказали, что дороже станут сигареты. — Да, понимаете, то, что 90% того табака, который люди покупают в киосках, в магазинах, это не табак, это просто остатки табачного производства. То есть там селитра и прочая дрянь. Вот, и нужно было бы, скорее, в первую очередь заняться именно контролем производства табака, чтобы это был качественный продукт, а не то, что мы курим, к сожалению. — Можно мне виниться в этот разговор? Потому что он приобретает характер, как будто мы говорим о качестве хлеба или мы говорим о качестве, скажем, необходимых жизненно важных продуктов. — Сергей Иванович, не забывайте, табак не запрещен. — Нет. — Просто, в отличие от других наркотиков... — Ну, в отличие от других наркотиков... — Хуже, лучше. А яде, как таковом. А вы тоже отрицать не будете, что никотин – это яд, да? О яде нельзя говорить, он более качественный или менее качественный. Яд всё равно остаётся ядом. — Но менее качественным действительно быстрее отравишься в этом смысле. — Да, в этом смысле, да. — Или наоборот, если там цикута не та, то человек выживет. — Абсолютно. — Мы сейчас можем дойти до разговора про то, что сахар – тоже яд, холестерин, до чего угодно. — Запретите жирную еду, пишут в комментариях. — Давайте, да, меньше философии и больше омеров. — Если не философствовать, а к практическим вещам переходить, защита здоровья некурящих людей – это суперцель. И вот её нужно добиваться любыми способами. Я уже говорил, временной фактор мы спешим в данном случае с принятием мер, но сама цель важна. Детей защищать нужно от табачного дыма. Некурящих нужно защищать от табачного дыма. Ценность – здоровье. Поэтому тут, как говорится, распространяться как о табаке, как о бизнесе можно, но это уже очень узкая такая цель очень больших организаций или ваших, как бизнесмена. Но она не отражает запросы общества. — Сейчас курильщики вредят некурильщикам? — Конечно, конечно. — Предлагаемые меры защищают некурящих людей? — В принципе, если они будут работать, они защитят людей. И американский опыт об этом хорошо показывает. Потому что, когда прилетаешь из Америки в московский аэропорт, первое, с чем ты встречаешься, всё-таки с запахом табака. От чего там отвыкаешь? И в ресторанах нет табака, и в общем-то в общественных местах нет. Более того, мои многие коллеги, вот я могу так вспомнить с кондачка пятерых врачей, которые специализировались в Штатах и были ограничены в возможности курить, они там бросили. Просто им неудобно было выполнять свою курительную функцию. Они просто бросили. Нужно было 50 метров от офиса куда-то уходить. Не успевали возвращаться с перерыва. И, короче, это или вот эта вот стеклянная будка, когда врачи стоят, работодатели смотрят на них и засекают время. Очень хорошие вещи. Пять человек бросили после, скажем, американского вояжа. Поэтому, я думаю, это великолепно. Не курильщики вредят курильщикам, пишет нам Валерий Крючков. Нотациями нервы портят. И что? Давай ограничим курильщиков от психологического давления. Они так-то тоже люди, а привычки разные бывают. И еще один комментарий, самый первый. Жуткий закон, пишет Елена Кострева. Жуткий. Мое здоровье, хочу, курю. Чем им мешают курящие залы в кафе и барах? Там также есть система вентиляции. Ничем не вредит это некурящим посетителям. Кстати, курильщики, да, уверены, что вы ничем не вредите. Некурильщикам. Анастасия, вот эта вот вся агитация, она ваша. Это, кстати, сигареты, если кто не понял. Расписанные теми, кто отказался, да, кажется, уже от курения. Да, это сигарета, расписанная нашими студентами. Недавно был Международный день отказа от курения. И в рамках этой программы мы производили акцию, где курящие... Ну, не только сигареты, еще самокрутка есть. Не только сигареты, да, но различные плакаты, где... Курящих девушкам, например. Давайте про курящих девушек. Пожелание. А какой самый эффективный способ? Вот в какую болевую точку надо нажать в человеке, чтобы он отказался от курения? По вашему опыту. Ну, по нашему опыту мы проводили различные тесты. Это, в первую очередь, это мотивация. Потому что, как бы, общаясь с курящими студентами, мы понимаем, что, как бы, причины для курения, так таковой, на взгляд, нету. Потому что для кого-то это просто, как бы, чисто мотивация играть сигареты, чувствовать себя более взрослым, каким-то успешным. Либо же это просто причина расслабиться. Вот. И, как бы, мы... Тут вот лошадь, на самом деле, убивает капли никотина. Да, это вот в нежу голова лошади, как в крестном отце. А вот если бы к кому-то из ваших агитируемых подошел ребенок на улице и сказал «У вас рак», это бы подействовало страх смерти. Ну, безусловно. Безусловно. У нас есть сюжет, где маленькие дети подходят на улицу, и это какой-то триллер. Они говорят «У вас уже рак». Я бы после этого обязательно бросил. Давайте посмотрим этот сюжет. Это дети предлагали поменять сигареты на конфеты. Первый рисунок у меня подсолнух. Второй у меня солнышко. Восьмилетний Сема говорит, весь прошлый вечер он читал о курении и теперь очень жалеет тех, кто зависим от никотина. Сегодня мальчишка надеется спасти их здоровье, предложив курильщикам вместо пачки сигарет пачку конфет. Сам Сема этот обмен считает неравноценным. Потому что конфеты вкуснее, их можно есть, а сигареты нет. Охоту на заложников вредной привычки школьники развернули в самом центре города, на проспекте Ленина. Тактика у детей несложная. Завидев человека с сигаретой, брать его в окружение и уговаривать бросить. Вон один курит. Коробочки для конфет юные участники акции клеили и раскрашивали сами. А вот надписи о вреде курения подбирать помогали родители и учителя. Благодаря им второклашки теперь не понимают, как не боятся курильщики своих сигарет. Вот-вот, видите, у вас уже начинается рак. Глаза уже красные. Согласны, извините? Ну, рак-то, наверное, не начинается. Всего? Начинается, начинается. Буду отказываться. После слов девочки Даши Алексей не смог сделать ни одной затяжки. Говорит, комок подошел к горлу. Он затушил сигарету и, расставшись с пачкой, пообещал больше никогда не курить. Тех же, кто не жалеет своих легких, дети пугают другим. Как раз накануне акции им рассказали пожарные. Сигарета не только медленно сжигает здоровье, но и в секунду может спалить чью-то жизнь. Курить – это вредно. Если напьешься, то сигарету может привести к пожару. Вот ляжешь на кровать, бросишь огонь на пол, на кровать, и сигарета загорится. По такому сценарию, говорят в МЧС, в этом году случилось полсотни пожаров. Погибли 18 человек. Об этом устами младенцев пожарные тоже рассказывают прохожим курильщикам. Главное, чтобы они сами не начали. Если они начнут, то уже потом сложно будет им бросить. А сами жалеете, что начали? Ну, я двигаюсь в том направлении, чтобы бросить. Я уже предпринимаю попытки, шаги. За час детям удалось обменять 20 конфетных пачек на табачные. Их школьники собрали в пакет и выбросили в урну. Главное, говорят юные борцы за здоровье, чтобы, скрывшись за поворотом, глупые взрослые не купили себе новые. Да, замечательный сюжет о том, как дети предлагают бросить курить, и один яд меняют на другой. И если напьешься, сигарета приведет к пожару, цитирует Елена Костарева сюжет. Курение ни при чем, пить не надо. Да, у нас есть звонок по скайпу. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Шевалдин у нас по скайпу. Заядлый курильщик. Человек, который не собирается бросать, насколько я понимаю. Сергей, а почему вы не собираетесь бросать? Ведь вот плохая привычка. Очень много комментариев. Вот пишут люди. Люди пишут. Я не считаю, что кто-то доказал мне вред курения. До сих пор вред курения для меня не очевиден. И поэтому я не хочу бросать курить. Как вы относитесь к тому, что новые законодательные ограничения появились? Вы, конечно, живете на природе. В поселке Арти. Вам, наверное, там закон не писан. Но, тем не менее, посочувствуете курильщикам городским? Я очень сочувствую и очень давно сочувствую. То есть, сейчас человек, чтобы покурить, вынужден выходить из офиса. Перед таких массовых эпидемий. Всего прочего. А все, что будет впереди, согласно... Понятно. Заждающему закону. Вы уехали из города на природу. Вам-то это там зачем? В Владивосток, Москва и... Нет, видимо, небольшая задержка. И вы нас не сразу слышите. Вы уехали из Екатеринбурга на природу. Там свежий воздух. Зачем себя травить? Можно найти массу удовольствия. Никакого стресса. Табак – это одно из тех удовольствий, которых я нашел. Если дальше подобные законы будут распространяться... То следующим подобным законом будет, например, запрет чаю, кофе. Ну, естественно, водку и другие воспитатели у нас уже запретили. Соль, сахар. Что еще перед ним? Понятно. Сергей, ваша позиция ясна, что это наступление на права. Спасибо, Сергей. Не очень хорошая связь у нас. Не доказан, оказывается, вред курения, считается опытный курильщик. Нет. Ну, а опытный курильщик всегда будет хвататься за последнюю соломинку в плане защиты своей сигареты. Но это же аргумент. Удар по легким, зато нервы и расслабил. Последнее большое исследование английских ученых, в 2007 году закончили они, из 20 наркотиков, в том числе и алкоголь и табак, находятся в середине по физическому вреду и зависимости. Почему тогда не приравнять вообще к наркотикам и не то, чтобы забыть, понятно, что черный рынок будет существовать, но вот сделать его в один ряд поставить с героином, с крокодилом, еще с чем-то и пусть себе. Дело в том, что только у нас в России табак не входит в список наркотиков. В западноевропейские классификации начинаются с табака наркотиков, классификации наркотиков. Здесь сигареты не запрещены. Мы говорим о классификации наркотиков. То есть есть юридический фактор, который исключает, скажем, у нас, почему у нас табак не наркотик, да? Нет юридического критерия. Критерий социальный есть, медицинский есть, никто не отрицает. С точки зрения, я понял. А юридический критерий исключает сейчас из списка. Но если будет законодательный список наркотиков, табак введен, он такой же будет классификационный наркотик, как все остальные. Анастасия, можете ответить на личный вопрос? Ну, вот вы боретесь с курением по мере сил среди сверстников. У вас были бойфренды, которые курили? Или вы сами, может быть, пробовали сигарету? Нет, мне не удалось такого опыта испытать пробование сигареты. Не удалось, мне нравится формулировка. Не удалось. Счастья. А молодые люди, ухажеры? Нет, тоже такого не было. Такой, знаете, романтический, стоит под окном. Наверное, это просто мое личное. Меня такие люди сразу отталкивают. Почему? Ну, то есть это сугубо рациональная, медицинская причина? Ну, это не только медицинская, это причина эстетическая. Ну, различные. Между прочим, про эстетические причины. Вот люди тут между тем сознаются. Татьяна Фирстова нам пишет, не скрывая имен. У меня жуткая аллергия на табачный дым. Это выяснилось после того, как я сдала кровь на аллергены. Видимых проявлений нет, но у меня от табачного дыма страшная перхоть. Поэтому я в ночные клубы и ограничиваю себя от посещения мест... Видимо, в ночные клубы не хожу, тут выпало. И ограничиваю себя от посещения мест, где курят. Перхоть у девушки шухрат. А вы говорите, что вреда никакого. Жуть, а у вас такие волосы красивые. Перхоть еще бывает. Слушайте, ну вы, не, так и дай вам Бог здоровья, как говорится. Может, уже бросайте курить? Нет, не вижу смысла никого бросать. Но вы как-то аргументируете. Люди честятся из-за вас. По двум вопросам, которые уже поднимались, допустим, про наркотики. Я даже знаю более точные данные. Самый мощный разрушающий по зависимости это героин. А на втором месте по зависимости это никотин. Так как разрушаемость это кокаина, а затем алкоголь. То есть по вреду для организма алкоголь сильнее, чем никотин. Так вот, у нас как бы с алкоголем в принципе никто не борется. У нас есть дешевая водка по 40-50 рублей, которую все пьют. Все пьют. Минимальная цена 89 рублей. Ну, может быть так. Я просто не особо люблю водку. Но тем не менее, дешевый алкоголь есть, дешевый ужасный алкоголь, которым как бы аксизы не особо растут. И вот хотят табак. Ну, не запретить, я в смысле так ограничить. Я вообще считаю, что гораздо было бы, тем более в условиях России, где у нас странно, как известно, пьющие с дальних времен, было бы лучше бороться с алкоголем, а не с табаком. Но это, конечно, вопрос другой. По поводу детей, то, что дети начинают курить. Вот смотрите, я думаю, большинство нынешних курильщиков, допустим, начиная с моего возраста, мне 20 лет, и заканчивая 40-летними, допустим, мужчинами и женщинами, скорее всего, все начинали курить как раз таки в школе. То есть, допустим, когда все люди стремятся стать взрослее, или в совке было еще модно курить. Ну, с пацанами за гаражи, понятно. Ну да, вот. И как бы много людей, довольно-таки много, все-таки бросают потом, кто именно так начинал, просто за компанию. Поэтому для них-то не будет проблемой. А у нас есть... Кто-то идет к врачам. Я так понимаю, не бросаю. Я так понимаю, не бросаю. У нас еще один собеседник дистанционный. Добрый вечер. Если вы обращаетесь ко мне, мы к вам обращаемся. Здравствуйте. Нам очень плохо вас видно, поэтому можете представиться? Меня зовут Владимир Тимофеевич. Владимир Тимофеевич, добрый вечер. Здрасте. Вы там не курите, честно? Сейчас не курю, но курю вообще. Мне хотелось бы, честно говоря, из вот этого игриво-шутливого тона перевести разговор на серьезные рельсы. Сделайте милость. Понимаете, какая штука? Несколько лет тому назад мне предстояла серьезная операция на сосудах. Делал ее доктор медицинских наук. Не буду уж подставлять его под оголтелую критику. И вы же понимаете, в больнице довольно трудно курить. Я спросил у него, может быть, воспользоваться моментом и попробовать мне бросить? Он мне ответил буквально следующее. Стаж у тебя какой? Стаж курения у меня был тогда около 40 лет. Он сказал, ты что, с ума сошел? Тебе сейчас бросать курить – это страшный стресс. на фоне операции ты мне какой-нибудь инфаркт или инсульт как дашь? Поэтому проблема на самом деле сложнее. Вот когда восьмилетние дети знают, что курить нельзя – это прекрасно. Но люди, которые имеют 40-летний стаж курения, и они находятся уже в солидном возрасте, им бросать курить вреднее, чем продолжать курить. Владимир Тимофеевич, у вас творческая профессия, вы режиссер. Да. Влияет как-то отказ от курения на творчество? Вот было у вас, что решили бросить и не идут дела. Я бросал, честно говоря, несколько раз с разной долей успеха. Мой рекорд – я почти два месяца не курил. Стресс – закурил снова. Понимаете, любой дискомфорт всегда сказывается на профессии. Ну, что уж тут. Дело ведь не только в том, что режиссер я или не режиссер. Даже токарю, если ему дискомфортно, он запорит деталь. Так что… Понятно. Мысль понятна. Огромное количество людей в стране сейчас будут жить в стрессе, потому что им запрещают заниматься их любимым занятием. Это было первое. А потом, понимаете, я хочу обратить ваше внимание еще на одну важную вещь. Те люди, которым, ну, физиологически уже очень трудно бросить курить, люди немолодые. А значит, доходы их маленькие. И когда сейчас государство установит безумные цены на сигареты, это приведет к чему? К тому, что они будут курить всякую гадость. Раз. Второе. Появится целая сеть контрабандных… Контрабандной доставки сигарет из тех стран, где не сошли еще с ума. Это появится еще одна, так сказать, кормушка для наших коррупционеров, которые будут закрывать… Понимаете? Когда кивают на Запад и говорят, вот там, так дорого стоят сигареты, извините, у них и доходы немножко другие. Это раз. Во-вторых, когда упрощают проблему и говорят, что вот запрещаем рекламу сигарет, вы мне покажите хоть одного человека, который закурил благодаря рекламе. Понятно. Хорошо. Владимир Тимофеевич. Владимир Тимофеевич, Махов, режиссер. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Если не шах и мат, то во всяком случае шах. Нет, абсолютно не шах. Масса людей впадет в невроз. Смертность вырастет. Во-первых, затронуты три основных проблемы. Врачи, стресс всеобщий и обнищание людей. Давайте с врачей начнем. Дело в том, что действительно у нас очень много врачей курит. Отсюда и рекомендации подобного рода, они логичны. Курящий врач не может другого посоветовать. На самом деле... Ну, может, наверное. Никто, еще ни одного случая не доказано. смерть, ухудшение состояния от того, что человек бросил. Жизнь продлевается. В долговременном вынесении. Жизнь продлевается. Никаких смертельных угроз абсолютно нет. Наоборот, наоборот, я курильщик с 10-летним стажем в прошлом, 27 лет не курю. Я абсолютно помню свои ощущения от тягостности курения. У меня сны еще до сих пор такие бывают. Когда ты не можешь сосредоточиться от того, что ты только сел работать, тебе нужно уже идти курить, ты не можешь работать от того, что у тебя постоянно тяга к курению. И одно из личных своих достижений в жизни я считаю отказ от курения. Очень трудный, долгий период и до сих пор иногда во сне я еще раз говорю снится, но тем не менее я всегда просыпаюсь счастливым человеком, что я не курю в жизни. Это первый момент. Второй момент. Врач, который сам курит, не может проводить профилактику. Отсюда большая такая проблема отсутствия медицинской профилактики в отношении табака в связи с высоким уровнем курения. И третий момент. Стресс. Напротив, отказ от курения приведет к улучшению психологического состояния людей. К улучшению. Ну, спорно тут вот просят прокомментировать все-таки прокурильщиков со стажем. Обязательно это сделаем, Сергей Иванович. Но у нас есть еще одна связь. Александр Попов, звукрежиссер. Александр, привет. Привет, Александр. Связь на этот раз с Москвой и, в общем, тоже заядлый курильщик. Александр, сколько лет стажа? В этом году 30 ровно. 30 лет. Вот такой юбилей. Отмечать будете? Не знаю. Сложно сейчас будет... Честно говоря, в последнее время подумываю, что бросить курить. Вот. Это почему? Это вас ограничения заставили? Нет, дело не в ограничениях. На самом деле, просто, скажем так, я в последнее время от сигарет перехожу на какие-то более вкусные вещи. То есть, это трубка, это табак вкусной самокрутки, это сигары. То есть, я стараюсь, скажем так, ограничить себя в обычных сигаретах. Ну, а все-таки запрет, как вы смотрите, совсем нигде нельзя будет курить. То есть, вообще все. На работе тем более. Вот целый завод, да, на котором, наверное, процентов 70-80 курят рабочих. Куда им деваться? На рабочем месте курить нельзя. Вам нельзя на вашем рабочем месте курить. Выходить надо куда-нибудь на улицу. Естественно, да. Но вы против, я так понимаю, запретов? Я, по крайней мере, может быть, не в таких мерах, на самом деле, в запретах. Потому что, если все последние вот наши законы, да, которые там, то есть, курить нельзя, скажем, в общественных местах, да, алкоголь перестали продавать после 10-ти. Вот, по крайней мере, хорошо, коснемся с параллельной темой алкоголя и курения, да, алкоголя. То есть, раньше как, сидишь дома, допустим, было что-то у тебя там, выпил, вроде, как я бы еще бы выпил, а идти неохота в магазин, да, и не пошел. Сейчас я иду в магазин, есть у меня дома, нет у меня дома, я бутылочку прихватил, пусть... Ну, потому что это 23-к, понятно, да. в гости мало ли захочется. В следующий раз пришел еще бутылочку. Да, и у меня собрался, ребята, такой бар в квартире, которого у меня не было никогда. Вот, по поводу сигарет, то есть, тоже как-то, ну, то есть, даже есть же там комната для курения в аэропорту, прекрасная, считаю. Там, опять же, зал для курильщиков, зал для некурильщиков. То есть, делайте вентиляцию лучше. Я могу сказать, я один раз был на конференции очень давно в Питере в отеле Невский Палас, Шаракон еще он тогда был, там курили прямо вот, из зала на конференцию вышли, прямо вот здесь вот закурили. Я выдыхаю дым, а его нету, его утянуло. То есть, вот до чего хорошая вентиляция? Сделайте нормальную вентиляцию в зале для курильщиков в обычных помещениях и в зале для некурильщиков даже запаха не будет этого табачного дыма. То есть, я считаю, что, в принципе, закон ущемляет немножко права, то есть, как бы делать это нельзя. У нас как-то все законы какие-то на ущемление идут последние. Спасибо. Спасибо. Но у нас, знаете, леет мотивом. Вот все сторонники курения или противники с ограничением говорят, что я, конечно, курю, но подумываю бросить или бросил уже. Вы подумываете бросить? Не подумывал бросить. Кроме этого, планирую продолжать курить и далее. Я понимаю, что, допустим, брошу сейчас, мне 20 лет, и на следующие 40-50 лет сколько там буду жить, сколько будет идет, я буду точно здоровее. То есть, у меня точно всякие возможности рака там отпадут и так далее. Но с другой стороны, не все 100% курильщиков, которые курили всю жизнь, умирают от курения. Погодите, я не понял, почему возможности рака у вас отпадут, если вы не планируете бросать курить? Если я брошу курить, то курение как фактор, который способствует здраву, допустим, это все уже отпадает. Не факт, но не важно. Не факт, это именно, но все равно другие факторы. Уменьшается. Да, уменьшается вероятность, риск. Но есть люди, которые курили 50-60 лет и умирали от совершенно другого. Это тоже факт. Я хотел сказать по поводу ресторанов и кафе. Вообще, все заведения, где можно курить, более-менее хорошего класса, то есть, допустим, не простые бары, допустим, минимум кофехаус, можно часто наблюдать, что люди, которые пьют кофе, они также курят очень хороший табак, допустим, те же трубки, как уже говорил Александр, трубки, начи-сигарива и прочее. И вот есть такой слой населения, которые как раз этим занимаются. Их вот очень, я вас совершенно не вижу смысла, потому что они курят не потому, что у них привычка какая-то физическая или психологическая, а потому что им нравится. Так же, как и мне. Табак, хороший табак, это прекрасная вещь с прекрасным вкусом. Сергей Иванович, ну вот все-таки, если вернуться немножко и будем переходить еще к одному сюжету. Как? Я понимаю, ну вот народ еще здесь есть. С утратом трудно спорить, потому что довольно молодой человек. Да, но мы-то хотим вернуться к тем самым людям, у которых в два раза больше стаж курения, чем самому Шухрату сейчас. Вот 40 лет человеку. Можете дать, как 40 лет человек курит? 30 лет Александр курит. Можете дать какой-то совет? Вот что, как им? Потому что есть действительно вариант, ваши же коллеги говорят о том, что ну стресс действительно для... Это как вот любую вещь резко начинать делать или резко бросать. Сейчас упасть, отжаться сто раз и тоже, в общем, совсем будет нехорошо. Нет, 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 не очень корректно с физкультурой сравнивать курение или отказ от курения. Дело в том, что стаж сам по себе не является фактором, усугубляющим тяжесть отказа. Бывает, что через полгода человеку так же трудно отказаться от табака, как через 40, 50 и 60 лет. Но есть, я знаю таких людей, которые начали в 7 лет курить и через 60 лет отказались одномоментно, если их заставило здоровье отказаться. И причем без стресса отказались, потому что стал вопрос или помирать, или все-таки пожить. Человек выбирает жизнь, отказывается от сигареты и получает удовольствие от продолжения жизни. Да, он дышит через раз, но он живет. Но это поздно. Поэтому основная... Ваш совет бросать. Совет. Совет. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Есть уже давно доказанные вещи. До 28 лет, в принципе, если человек, я к вам обращаюсь сейчас, до 28 лет регенеративные способности организма еще великолепны. Вот мне студентка не даст соврать, да, сейчас они это изучают. Великолепные. Поэтому минимизация вреда табака до 28 лет, если бросает человек, она самая большая минимизация. То есть последствий меньше всего. За 28 регенеративные способности начинают сильно падать. И восстановление гораздо меньше. Меньше и риск онкологии и прочих... Если апеллировать к Насте, тогда действительно начать ухаживать за девушкой, которая не переносит сигареты. Еще один момент. Очень классный. Извините, у нас телефонный звонок. Давайте будем вежливыми по отношению к зрителям. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Спрашивайте. Вот, я не спросить, я хочу просто высказать свое мнение. Дерзайте. Я полностью согласна с предыдущим товарищем, который сказал, что да, надо бросать чем раньше, тем лучше. Во-вторых, хочу сказать, что закон этот работать не будет. И не будет почему? Потому что, если 90-е годы не нас, курильщиков, не ограничили, курили, и окурки собирали, как вы должны, наверное, знаете, и сено, там, и траву, и сами садили, было-было. То вряд ли, когда такой изобилие сигарет, кто-то бросит курить. Понятно. И до тех пор, пока человек сам не осознает, что ему это надо, он не бросит. Понятно. Это все в голове должно держаться. Понимаете? Вот я захотела... Пожди определить даже курение по голосу. Нет, я не буду заниматься, тем более женщина, некорректно. Вопрос другой. То, что тяжелые как бы последствия, то, что мы как бы имеем в своей стране, по идее, должны были отучить людей, да? Но не отучили. Тяжело. Было сопротивление. Почему? Мы простой вопрос задаем. Почему? Потому что ничего не способствовало профилактике ведь. То есть, наоборот, когда человеку трудно достать, ему легче отказаться. Верно? Если была налажена профилактика. То есть... Ну, или посадить собственное на балкончике. Нет. Позитивная замена. Я о профилактике. Спасибо, Ольга Николаевна. Спасибо большое. Всего доброго. У меня еще не все. Ольга Николаевна, у нас очень мало времени, на самом деле. Извините, ради бога. Ну, ладно. Дело в том, что хорош... Извините, пожалуйста. Да. Хорошая профилактика, она должна хорошо оплачиваться. Американский опыт говорит о чем? Первый большой грант на профилактику, реальный грант, был от человека, который умер от рака легких в связи с курением. Он признался и завещал деньги на борьбу с табаком. Сергей Иванович, спасибо вам. На самом деле, надо менять уже гостей, не так много времени остается. Мы сегодня спросили у екатеринбуржцев, ну и у гостей города, если попались таковы. Где теперь можно курить? Давайте посмотрим, что ответили люди. Спасибо вам скажем и встретим в студии новых гостей. Спасибо большое. Здравствуйте, я Настя и у нас традиционный опросик у терочки. Как человек не курящий, я очень обрадовалась, когда узнала, что запретят курить в общественных местах. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан, а куда же теперь девать всех курильщиков? Определенные места сделать. То, что дама идет с сигаретой и толкает впереди себя коляску, а в другой руке бутылка пива, это вообще никак. Ни в какие рамки не входит. Где воспитывали людей, я даже не понимаю. Определенные места для курильщиков. Я считаю, что нужно курить на крыше, потому что это единственное место, где этот закон будет работать. Вариант комнаты, какой-то замкнутой, допустим, чтобы ни с кем не пересекались абсолютно. Нужно устанавливать, может быть, специальные кабинки где-то в городах для курения. Там, может быть, включать какую-то музыку, распространять также соки. Можно придумать балконы, которые были специально объединены для курильщиков. Специально такие зоны с, может, с какими-то релаксирующими, не знаю, картинами. Ну, или, может быть, какие-то построить для них специальные, я не знаю, типа помещения такого светлого. На улице тоже будет. Здоровее будет. Еще раз здравствуйте. У нас новые гости. Ну, вот вы слышите, люди у нас, в общем, безжалостные. Предлагают самые разные варианты, практически никто не сочувствует. Евгений Егоров, заместитель директора Уральского научно-исследовательского института в тизеопульмонологии. Добрый вечер, Евгений Анатольевич. Кандидат медицины. Салават Фазледдинов, художник, владелец галереи. Добрый вечер, Салават. Человек, который бросил, но против этих самых запретов. И человек, который не бросил, Игорь Вишня. Художник, но уверяет, что независим от этой самой привычки. А как так может быть? Курить ей независимо? Ну, не бывает же такого. Раз курите, значит, хочется заново. Вот она, зависимости есть? Нет, нет, нет. А за работой курить? Я курю, когда мне хочется курить. Вот. Да. Это и есть зависимость? Ну, когда мне хочется. А я вот сейчас две недели не курю, например, мне не хочется. Я могу месяц не курить. Поэтому вот я вот уже рассказывал Салавату, вот я начинаю курить, у меня нет сжигалки. Вот. Приходят покупать сжигалку. У меня сейчас вот накапливается так вот по 20-50 сжигалок. Салавата тяжело с авторами работать? Вот как галерист, ответьте. Это ж надо с него какие-то работы получить, выставку организовать. Он мало того, что художники нередко пьют, еще и покуривают. Вы поощряете курение? Пусть лучше курит, но вот не пьет на время работы. Как человек творческий? Я считаю, что человек творческий, он должен быть свободен от всего на свете. И они сами говорят, мы должны быть свободны. Правильно. От того, что хотим курить, не хотим курить, хотим пить, не хотим пить. И мне... Вот я люблю запах табака. Честно скажу. Слушайте, ну такой кисляк. Вот оно провоняет вот это вот. Как одна мама моего одного одноклассника говорила, когда начали на дискотеке уже ходить. Стирать сам будешь, говорила она ему, и запрещала пользоваться стиральной машиной. Есть много других запахов, которые гораздо противнее, чем запах табака на самом деле. Из многого, из злого, можно выбрать приятный. Например, запах табака. Это гораздо лучше, чем запах, вот мы недавно говорили, из выхлопной трубы рядом стоящего автомобиля с 97-м или 95-м бензином, который воняет отвратительно. Но есть любители... Курить – это большое удовольствие. Это, в принципе, удовольствие. Это кайф. И поэтому мне... Давайте прекратим эту пропаганду. Ты гаши не сваришь, да. Их ни в чем не увидишь. Вот вы работаете с последствиями курения часто? Ну, в общем, да. Кто к вам приходит? Сами приходят или приводят? Нет, к сожалению, к нам приходят уже больные люди. Ну, то есть, все, край, уже не могу дышать, и поэтому пришел к врачу. Да, люди, у которых уже возникли проблемы со здоровьем. Понятно, что пока у человека проблем со здоровьем нет, это кайф. Это удовольствие. До 28 лет, как мы выяснили сейчас. Ну, это сложный вопрос. Ну, это дяденьки постарше сидят так-то на минуточку. Да, это, к сожалению, сложный вопрос. Дело в том, что, как и при любой другой, так сказать, интоксикации, то, может, в том же алкоголе, той же наркомании, существует, ну, определенная, так сказать, толерантность организма. Часть организмов, так сказать, через год начинает рушиться, часть через 50 лет. Поэтому, в общем, есть... Вот в этом есть и проблема, так сказать, пропаганда газа курения. Через 50 от этих самых выхлопных газов-то и сдохнет в любом случае. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому курильщики говорят, вот я знаю людей, которые курят 50...